А когда он уже весь собран, он уже так ходить не будет, поэтому спокойненько отпускаем, затягиваем, ничего никуда не уйдет, не переживаем. Как вы могли заметить, балка сама встала ровно. Конечно, вы там полчаса потратите на это дело, зато потом у вас качество печати вырастет. То есть вы в стоке будете печатать лучше, чем те, которые там пол принтера перепахали и вложили в него кучу денег. Всех приветствую на моем канале. В общем, почитал я комментарии по сборке Эндера и решил отдельно снять видео по часто задаваемым вопросам. Это будет видео ответ на комментарии. Специально для этого я взял принтер. Всю сборку я вам не буду показывать, буду отдельно уделять внимание именно тем узлам, которые вам не понятны. Итак, погнали. Сейчас поглядим. Вот наш принтер. Макулатура, долой ее. Сокла запасные. Разных размеров. Пока в сторону. Так. И так и да. Балка оси X все-таки да, разобрана. Ну, у меня был принтер 2019 года. Там она почему-то была собрана. Здесь он практически полностью разобран. Даже ремень не натянули. Это нам и не нужно. В общем, сейчас я часть соберу. И продолжим. У меня Эндер Pro X. Тут уже идет стеклышко в комплекте. В 2020 году, по-моему, таких не было. Был просто Эндер 3X. Там стекло шло, но профиль узкий был и блок питания обычный. Буду его использовать, но использовать его буду перевернуть. Вот эта поверхность, но она на одну-две печати хватит, потом уже не держит. В общем, будем переворачивать и наклеить. Также магнитная подложка. Пока она новая, после сборки принтера соберу, нагрею стол и сниму ее полностью. Но это пойдет как коврик для мышки. Но это не самое главное. В общем, смотрите, с 2020 года Эндер немного качества у них упало. Камеру поближе. В общем, ролики у них, слышите, хруст такой. Это упало качество роликов. Я покажу, как этот косяк исправить. Вот могу попробовать. Не знаю, видно будет, нет. Вот, раз. Ролик. Сам пластик ходит. Хотя он затянут достаточно сильно. То есть, такого быть не должно. Из-за этого будут полосы на деталях. А благодаря вот этой вот вещи, стол будет практически невозможно настроить. Он будет прямо во время печати сбиваться. В общем, косяк этот будем лечить. Вот я снял каретку стола. Покажу, как. Легко-легко. И она ходит примерно на 0,3 мм. Время печати будет просто уходить стол в сторону. 0,3 мм на высоту стола может конкретно уйти. И проявляются такие дефекты на детали, когда линия укладывается не ровно, а вот так начинает гулять. Вот как раз вот из-за этого. Ну, вот сейчас я купил принтер в 2020 году. Один. На нем уже появилась проблема на столе, но остальные ролики были целые. Нормальные. А здесь сейчас все 13 штук. То есть надо так будет переделать. Можно, конечно, купить ролики, но не факт, что вы нарветесь на хорошие ролики. Поэтому сейчас я его разберу. Покажу устройство. В ролике два подшипника. Между ними стоит шайба. Вот ее надо немного в сторону сдвинуть. Вот, чтобы я была видна. А потом ключиком, упершись в шайбу, выдавить наш подшипник аккуратно, не сломав. Вот наш второй подшипник. Вот внутри здесь кольцо, в которое упираются эти подшипники. На маленьком ролике сложно будет разглядеть, в чем именно проблема, поэтому я нарисую. Вот это начну с нашей пластиковой основы. У него внутри есть бортик. Сейчас я схематично изображу. Надеюсь, будет понятно. Ну, то есть вот ролик вот так, только разрезанный пополам. Внутри у нас снизу и сверху имеется два подшипника. Подшипник сделан вот таким вот образом. Центральная часть, куда вставляется винт. Внутри она такая вот пологая, по которым ходят ролики. И внешняя оболочка, она упирается вот в бортик. Таким вот образом. И у нее есть вот такая же внутренняя пологая часть. А здесь у нас имеются шарики. Тоже так, в разрезе. И вот с этой стороны немножко криво нарисовал. Вот так. Тоже плотно упирается. Такая вот часть. И с этой стороны она должна тоже плотно, подшипник должен тоже плотно упираться, но у нас шайба, вот эта вот шайба маленькая, в центре, которая стоит, ролика, она у нас получается выше. То есть вот это вот представим наша шайба. Вот это центральная часть подшипника. Такая она идет. И вот она упирается в шайбу. Здесь уже идет основа. И вот здесь уже идет основа. И тут тоже шарик, ролик. Вот. И что получается? У нас здесь получается зазор. Вот. Вот он. Зазор у нас получается из-за самой шайбы. То есть когда я двигал сам пластик, он щелкал, то есть получается подшипники уперлись в эту шайбу и пластик начинает ходить из-за зазора. Что нужно сделать? Нужно подточить саму шайбу. Только вровень. То есть именно вот по бортик. Там буквально 1-2 десятые миллиметра. Поэтому это надо будет делать аккуратно. Вот. То есть мы подтачиваем. Сейчас я вот так. мы шайбу подтачиваем. Он у нас встает плотно. Вот таким вот образом. Здесь он уже упирается в бортик. и получается у нас уходит люфт. Но если вы решили, например, выкинуть шайбу и просто затянуть, у вас ничего не получится. Потому что вот эти две части начинают стягиваться, смещаться. А бортик у нас такой пологий. и когда он тупо начинает упираться вот так в шарик. То есть смещается центр. Эти остаются на месте внешней части. А смещается центр. Начинает давить на ролики. Их начинает закусывать. Причем на ролики он начинает давить с обоих сторон. То есть если тут нету места, а он туда, естественно, проваливается спокойно. Потому что у нас бортик не такой большой, как я нарисовал. В самом деле он маленький. То есть вот они вот сюда начинают выходить. И здесь вот точно так же. Они начинают перекашивать сами шарики. и начинают застревать. Поэтому нужно подточить ровно по бортику. Но так как размер гуляет. Гуляет буквально там на одну-две десятые. Но это на самом деле кажется немного. А по факту это очень много. И поэтому придется каждую шайбу индивидуально подтачивать по чуть-чуть. Подточили, примерили, подточили, примерили. И если сильно переточили, придется выкидывать шайбу и стачивать новую. А теперь покажу как это сделать на практике. Так, нам надо будет подточить шайбу. Она покрыта цинком. Цинк будет сходить очень легко. Прямо почувствуйте, стирается прям легко. А когда дойдет уже именно до стали, тогда уже она будет потихоньку, тяжелее идти. Можно, конечно, пальцем, но вы так палец отрете. Вот я придумал вот такую вот приблуду. Самое простое. Винт, две гайки. Одна гайка, контрагай, другую, чтобы совсем чуть-чуть, там, на полмиллиметра, чтобы он выходил. Вот. Вставляем в шайбу. И вот такими вот круговыми движениями стачиваем. Чуть-чуть подточили. Переворачиваем. С другой стороны стачиваем. Вот. Без фанатизма по чуть-чуть. Немного стачили. Вставили. Вставили. Кстати, наждачку вот такую, P220, чтобы без фанатизма не стереть там сразу все, не оставить зазубрины. Она и как немножко отфолирует. Да, дольше будет, но зато будет качественно. Для проверки. чтобы вот этот нейлон не испортить на гайке, чтобы она контрагаялась. Гайку убираем в сторону. Берем обычную гайку. М5-ю. Вставляем. Подтягиваем. Пробуем. Болтается. И вот так по чуть-чуть, по чуть-чуть точную цифру. Я вам не скажу, сколько сточить, потому что в итоге на каждом ролике своя толщина шайбы, поэтому вам надо будет по чуть-чуть подбирать. и самое главное, без фанатизма. Немного сточили. Главное, круговыми движениями. Если вы будете вести вот так, вы рискуете, например, сточить ее или в эту сторону, или в ту сторону. она будет неровная. Если делаете круговыми движениями, она будет стачиваться равномерно. Причем чуть-чуть поточили тут. Чуть-чуть поточили тут. Примерили. Да, долго, но результат того стоит. И, собственно, так же. Опять одели. Затянули. Болтается. И до тех пор, пока не сточите ровно. Сейчас я все ролики подготовлю. И продолжим. Ролики я все подогнал. Теперь ничего не шатается. Все очень жестко. Как понять, что вы уже нормально подточили, они станут чуть-чуть туже ходить, но они будут плавно ходить. Смотрите, не переточите. Если вы переточите шайбу, когда будете затягивать, подшипники будут идти в перекос. То есть, центральные части будут сильнее сдавливаться, шарики будут идти в перекос, они прям будут рывками идти. И придется вам покупать новые шайбы и заново все это дело проходить, подтачивать. Сейчас я на принтер установлю. Посмотрим на результат. Так, каретку я установил, настроил. Смотрим. Никуда не двигается, ничего не щелкает. Изгибается и обратно. Это изгибается сам металл. Мы убрали люфты. Ось теперь стала очень плавно ходить. Вот, я там один комментарий видел, человек писал, у него как раз такая проблема была. Вот, собственно, в этом проблема и была в роликах. Это надо будет исправить. И все, принтер начнет печатать очень хорошо. Также придется тоже самую операцию провести со всеми роликами оставшимися. но, конечно, вы там полчаса потратите на это дело. Зато потом у вас качество печати вырастет. То есть, вы в стоке будете печатать лучше, чем те, которые там пол принтера перепахали и вложили в него кучу денег. Самое главное механика. Механику до ума довели, а дальше уже будет все легко. был вопрос как натягивать ролики именно натяжение поймать. То есть, надо поймать момент, чтобы ролик не прокручивался, когда вот по нему пальцем просто водить, но в то же время ходил легко. Но так же допускается, то есть, вы его чуть-чуть отпускаете. вот он прокручивается с силой. Вот если вы держите на месте, с силой прокручиваете, он прокручивается. Он будет так же ходить легко, но главное, чтобы не болтался. Вот. С натяжкой ремней все очень просто. Тут специально определенным образом изогнута планка. Специально для этого. То есть, вы когда натягиваете ремень, если он не дотянут, он уходит в эту сторону. То есть, мотор отклоняется, он плохо натянут, он уходит в эту сторону. Если он перетянут, мотор отклоняется в эту сторону, ремень упирается в эту часть ролика. То есть, вы его натянули, посмотрели. Теперь двигаем его вперед-назад и убеждаемся, что ремень никуда не ходит. то есть он должен идти ровно по ролику можно даже выставить чуть-чуть в сторону сдвинуть вот видите я сдвинул он переехал чуть-чуть в сторону но самое главное то есть когда проводишь он не виляет он не уходит ни в эту сторону не в эту сторону он идет ровно ровно по ролику значит ремень натянут правильно все нужно подтягивать торец пилят на станке то есть он изначально должен быть ровным угольником мы проверяем убеждаемся что он действительно ровный то есть когда мы прикручиваем прикрутили заодно и проверяем угольник то есть тут приставили увидели тут например угол 90 приставили его с другой стороны увидели такой же угол 90 в редких случаях у кого бываешь надо что-то подкладывать там двигать в основном он всегда бывает ровно сейчас я все поставлю продолжим я тут проверял угольником профиль оказалось что он кривой то есть но я сам не знал что он кривой так смотрим ставим видим зазорчик как убедиться что кривой сам угольник они профиль ставим с другой стороны видим видим вот так же он гуляет так на мусорку его взял ашановский за 9 рублей не обязательно поверочный угольник вот у меня есть угольник строительный ровный я им обычно осуществляю сварку представляемого ровненько ровненько дальше он нам не понадобится убираем хотя может и понадобится сейчас новый распакуем посмотрим что нам за 9 рублей продают так пожалуйста ровным угольник длинновато а пластик выпирает снимаем теперь все становится ровно здесь тоже самое можно проверить то есть пальцем проводите если нигде палец не цепляет значит железка вровень здесь же собственно как и вот тут и вот пальцем провожу у меня палец цепляется за пластик тоже на всякий случай уберем так теперь смотрите с этого момента мы убеждаемся что здесь угол ровный тут угол ровный то есть мы можем отпускать и двигать их вперед назад но его еще нужно выставить вот так то есть упираем профиль проводим пальцем должно быть абсолютно ровно нигде не должен выпирать и когда мы нацепим вот эту штуку сюда вот это мы будем раздвигать сдвигать вот так он уже ходить не будет его буду держать ролики и спокойно можно отпускать затягивать он будет ходить двигаться но мы уже знаем что угол ровный и вправо влево его никуда не поведет изначально мы собираем его ровно а когда он уже весь собран он уже так ходить не будет поэтому спокойненько отпускаем на тебя и затягиваем ничего никуда не уйдет не переживаем вот смотрите сейчас я его упер в профиль он гуляет вместе с профилем профиль выставили все спокойно затягиваем а когда будет уже сверху еще будут ролики держать он уже вот так гулять не будет поэтому можно будет его спокойненько отпускать и так дошли до самого главного интересного момента в общем балка тут снята смотрите здесь есть гайка специально есть пропил под нее с другой стороны другой пропил под другой винт в общем не перепутайте и так нам надо установить балку но нам надо ее выставить ровно нам мешает профиль то есть мы сюда ключ насквозь просунуть не можем а нам это сделать нужно первый способ просто ставим шестигранные винты родные примерно выставляем ровно ставим замеряем потом снимаем если что-то не так отпускаем подвигаем и так несколько раз пока не попадем в нужный размер делается это один раз так что принципе не сложно можно постараться но если не хочется мучиться есть кстати еще один вандальный способ на всякий случай о нем расскажу но пользоваться им не советую в общем что делается на определенной высоте сверлится отверстие в профиле чтоб можно было просунуть шестигранник вот собственно вот так и с другой стороны уже поднимаем до нужного уровня с другой стороны засовываем шестигранник и отпускаем затягиваем двигаем балку но я этим способом не рекомендую пользоваться по портите профиль его надо пилить на станке сверлить пилить вручную это получится не очень качественно поэтому этот момент отметаем я предлагаю такой вариант заходим в нашу инструкцию вот наша балка вот наш наша ось которую надо регулировать с мотором тут у нас винты м4 на 16 под шестигранник покупаем винты м4 на 16 под ключ ключ на на семерку берем качественные винты какие-нибудь из нержавейки или лучше высокопрочные вот такие черные высокопрочных к сожалению не было хотя бы из нержавейки также покупаем ключик сразу единственное его надо будет подпилить и вот болгарка его подточил сделал уже можно напильником кому как удобнее можно наждачкой наждачкой правда будет очень долго главное сделать толщину его три миллиметра если будет больше он будет застревать между профилем и самой кареткой поэтому надо его утончить также лучше прикупить сразу к этим винтам гровер и все которые идут в комплекте они не съемные вот они сделаны так чтобы их нельзя было потерять в общем я снял немножко покоцал профиль и их раздвинул так устанавливаем их на винты так собираем шестигранный винт сюда проще закрутить то есть он ставил засунул шестигранник и крути как удобно это же придется сейчас ручками подкручивать или ключиком на ключиком дольше поэтому ручками на камеру это не удобно снимать поэтому сейчас я по быстренькому закручу так смотрите теперь мы имеем возможность регулировки балки не спокойно можем затягивать ее ключиком то есть отпустили выставили затянули очень простое решение на никакие вандальные способы использовать так собираем остальную часть как вы могли заметить балка сама встала ровно из-за чего из-за того что просто вот эта вся геометрия ровно собрана вот и все если она ровно собрана ничего не закусывает ничего не заедает ось двигается легко если у вас это не получается так опускаем самый низ опускаем винты крепления мотора ведь вот в таком положении он автоматически выравнивается сам и затягиваем по моему еще немного грязный тут я чувствую закусывание появилось так если это нам не помогает отпускаем вот эти винты вот эти мотор тоже вправо-влево стал шевелиться он также подравнивает то есть он сам принимает свое положение благодаря винту потом затягиваем все это дело все закусывать перестал то есть мотор сам сел на свое место еще раз если все-таки закусывает винт сначала отпускаем черные винты подвигали мотор чуть-чуть он на место сел балку в нижнее положение и затягиваем проверяем если все идет легко хорошо значит все замечательно если все еще закусывает отпускаем вот эти два серебристых винта они тоже держат мотор чуть-чуть он двигается на них также опускаем но не сильно чтоб можно было еще ключиком подтянуть и затягиваем все после этого должно идти хорошо если и это не помогло тогда при отпускаем чуть-чуть винты вот тут сами к реалити советует тут они сейчас вот в данный момент они прямо затянуты вот вообще еще еще легче пошел вот но даже затяну то есть смотрите еще с отпущу хорошенько их в таком положении гайка двигается видите вот но в отпущенном состоянии не стоит держать вот он свое положение принял ну и чуть-чуть там подтягиваете слегка но если все таки будет клинить надо будет немного отпустить их сами они не раскрутятся там здесь стоит контр шайба и здесь они не дадут раскрутиться но если при затянутой гайке у вас все двигается лучше конечно затянуть еще ничего не закусывает единственное хрустит как-то тут куда-то грязь похоже попал надо будет винт промыть заменить смазку перед тем как перейти к оси икс выставление вот этой балки так как у нас ось очень легко ходит я предлагаю сделать следующее вот этот кожух от винта складываем вот таким вот образом вот здесь между креплением и муфтой вставляем вот он у нас блокирует винт и можно будет приступать к настройке сейчас я его вытащу сначала убираем какое-нибудь целое число пусть будет 9 блокируем его ну 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 так балка у нас здесь отпущена но то на пружине ты возвращается обратно почему потому что у нас вот эта часть грубо говоря с роликами она стоит вот так ну вернее она сейчас ровно стоит по отношению к этому профилю но по отношению к этому профилю она стоит вот так боком когда мы ее опускаем вниз ролик нижний еще сильнее к балке прижимается и возвращает ее обратно поэтому вот эти два винта крепления нужно будет отпустить чтобы она более свободно ходила и тогда можно будет двигать легко балку она сама сразу упала так же я думаю есть смысл отпустить ремень чтобы он нам тоже не мешал подтягиваем еще чуть-чуть подтянем чтобы он как бы фиксировался то есть можно было бы выставить в этом положении остался и уже окончательно затянуть отлично так проверяем 9 9 не дышим оператор следит зато за тем чтобы балка не ушло я пока подтягиваю все там ровно ровно ну естественно тянем без фанатизма вот эти все части вот у меня есть магнитик линейка к нему магнитится все части алюминиевые поэтому аккуратно даже вот это крепление стола оно тоже алюминиевое это уже металл ну я имею ввиду сталь так вот и все дистанцию с бубном настроили все еще чуть-чуть подтянем так так чтобы уже точно она никуда не ушла все теперь затягиваем каретку опускаем проверяем вот сейчас этого перекоса нету на балке и он прям еще легче пошло все ролики ролики нам надо чуть-чуть подтянуть нижний проворачивается уху чуть-чуть ничего отпустим но профиль конечно лучше настраивать отдельно каретки каждую все сейчас я его дособираю и будем ставить экструдер так снимаем экструдер подниму ось так будет удобнее откручивать все это дело сначала снимаем зажим вот тут кстати пластик ломается частенько поставили они натяжитель вот такая вот вещь интересная чтоб можно было пружинку подтягивать выкручиваем вот наш бмг экструдер чем его преимущество во первых он увеличивает количество шагов то есть если на обычном фидере через мотор напрямую надо где-то 95 шагов то через редуктор уже порядка 400 это дает большую точность но тут уже сразу хочу предупредить надо будет очень точно настраивать ретракты поэтому если уж решились на такой то готовьтесь сразу то есть для пла б с а там примерно 5 миллиметров для поджи уже 6 миллиметров для каких-то еще пластиков то есть надо уже отдельно для каждого пластика настраивать осей на обычном фидере 5 миллиметров всем хватало то на этом уже будет все по-другому второе его неоспоримое преимущество то есть сейчас ставится такая вот шестеренка на мотор и она идет через пластик то есть термический пруток развязан пруток идет вот здесь с мотором когда принтер долго печатает там несколько часов и делает очень частые ретракты сам мотор начинает сильно нагреваться и при печати такими пластиками как pg и пла они у них температура размягчения очень маленькая их начинает просто плющить роликом прижимать сам пластик сплющивается от температуры выезжает тут же остывает и начинает застревать в трубке застревает в трубке и образуется пробка все начинают чистить сопло искать проблему засора засор оказывается появляется вот отсюда то есть пластик плющится и начинает застревать в трубке диаметр не меняется но так как он становится плоским он по краям расширяется И уже не помещается в трубку Начинает застревать Вплоть до того, что просто тупо встает И фидер его не может протолкнуть Начинаются щелчки И печать прекращается Вот, поэтому Если уж решились То есть смысл от него Даже на Болдене Качество печати тоже подрастает В связи с тем, что Он более точный Но надо будет перекалибровать шаги Так, сейчас соберем Также стоит проверить Соосность То есть, как это сделать Вот тут есть отверстие Вот это Сама подающая шестерня Вот она должна быть ровно по центру отверстия Если это не так У нас здесь есть Шестигранник Винтик под шестигранник Мы его отпускаем И двигаем В какую-либо сторону Также Стоит его проверить Как хорошо Он хорошо затянут Повезло Он соосный Все попадает Также стоит проверить Соосность Здесь тоже все совпадает Можно собирать Так БМГ Я взял Самый дешевый На самом деле Чисто попробовать Но и тут есть Вот такое вот крепление Оно литое Крепкое Печатное крепление Я бы в ответственных Узлах не использовал Надо будет Конечно Печатную проставку Но Она печатается Вот так плоско То есть Слои идут Вот так Таким образом Ее сломать сложно А по слоям Разорвать Она тут будет Соединяться Стягиваться винтами Поэтому тут Можно использовать Печатную деталь Крепится Вот таким вот образом И держит БМГ экструдер Сейчас я все соберу Покажу Можно конечно Использовать БМГ от Fuset Он Будет лучше Качественней Можно еще Какой нибудь Подороже БМГ В общем Это не реклама Я использую БМГ Этот Только из-за уголка Но Тем не менее Он печатает Вполне себе Неплохо Собираем Экструдер Так Я забыл Уставить Одну детальку Здесь Кстати Фитинг Неплохой Он Хорошо Держит Я уже Этим Экструдером На одном Принтере Попользовался Где-то Полгода Вообще Никаких Нареканий Сразу Вы конечно Качество Печати Не увидите Оно Проявляется На каких-то Мелких Моделях Где Нужна Большая Точность На меньшем Слое Но Только Вот Из-за Терморазвязки Есть смысл Его ставить Это Так Сказать Самый Главный Аргумент Еще Надо Сразу Шестерню Поменять Шестерню Поменять Не получится В общем Китайцы Сэкономили Они Напрессовали Ладно Сейчас Я возьму Другой Мотор Поставим На него Я снял Мотор С другого Эндера С экструдера Нет Тоже К реалити Ну Как видно Они Решили Тут Сэкономить И Просто Напрессовать Так Откручиваем Снимаем Снимаем Чтобы Приблизительно По высоте Выставить Так В общем Перед тем Как БМГ Покупать На свой Принтер Обязательно Обратите Внимание На мотор А что Мало того Что он Напрессован Он Еще И Короче И Даже Если Вы Испилите Шестерню Обточите И попытайтесь Прикрутить Эту Она Может По высоте Просто Не Подойти Собираем В обратном Порядке Еще Раз Примеряем Надо Немного Ниже Так Наверное Будет Достаточно Чуть Еще На всякий Случай Там 6 Длинная Так Все Теперь Собираем Вариантов Крепления БМГ На самом Деле Много На Enter Но Мне Понравился Именно Этот Напрямую Вы Не Сможете Поставить Он Будет Тупо Упираться То Есть Вы Не Попадете Винтами Поэтому Ставим Через Переходник Сначала Прикручиваем Переходник Прикручиваем Поэтому Узаем Крепление 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 Лучше Печатать Из ПДЖ Или АБС Из ПДЖ Советую Мало Ли Там Какая Ни Температура Перейдет На него И Он Просто Поплывет Подтягиваем Это Дело Отверткой Все Теперь Можем Встанавливать БМГ Ладно Это Потом Поставим Тут Идут Винтики В комплекте Их Всего Три Мотор Надо Перевернуть Неудобно Будет Провод Цеплять Вот Таким Вот Образом Потом Провод Стяжками Подправим И он Не будет Завин Цепляться Сильно Не Перетягиваем Там Можно По шестерне Проверить Если Она Тяжело Идет Значит Предпускаем Легче Пошло Отлично Да От Фусетки Наверное Будет БМГ Получше Покачественней Но К сожалению Там Нет Уголка И Крепление То что Есть На Тинге Верси Из Всех Креплений Мне Понравилось Именно Вот Такое Ставим Бинт Так Тут у нас Еще идет Такая Шайба В Комплекте Вот Ее Нужно Установить Сюда Чтобы Пружина Не Перетирала Поджимную Пластинку Вот И Когда Будете Заправлять Очень Удобно Сюда Вставил И Заправляешь Вот Так Теперь Все Подсоединяем Ставим Зажимчик Таким Вот Образом Уберем Стяжку И Затягиваем Все Никуда Он Теперь Не денется Все Можно Запускать Принтер Калибровать Шаги Отпустить Еще Подтянуть Он Должен Ходить Легко Иначе Мотор Будет Греться Так Все Сейчас Запустим Принтер И Продолжим Забыл Еще Сказать Надо Распечатать Такое Провод Крепление Ссылку Оставлю В Описании Установить Сюда Таким Вот Образом Сейчас Его Прикручу Вот И Зафиксировать Им Провод Чтобы Провод Не Болтался Во Время Печати Экструдер Поставили Сейчас Примерно Выставим Шаги На БМГ Экструдере Они Идут От 400 До 411 Поэтому Приблизительно Ставим 400 Контрол Моушен Степс И Выбираем Шаги Ставим На Кстати Обязательно Должна Быть Установлена Флешка На Старых Версиях Эндера Где Стояла 8-битная Плата Настройки Сохранялись Непосредственно В EEPROM А Сейчас Уже Идет Эндер С 32-битной Платой И Почему-то Он Сохраняет Только На Флешку Возможно Это Косяк В прошивке Надо Будет Прошить Другую Прошивку И Посмотреть Изменилось Или Нет Так Выставляем 400 Выходим Store Settings Так Все Сохранилось Теперь Выключаем Принтер Принтер Включаем Проверяем Да 400 Шагов Так Теперь По поводу Флешки Сейчас Я Вытащу Флешку Выключаем Выключаем Принтер Включаем И Смотрим Опять Вернулась На 93 Шага Подключаем Флешку Все 400 Шагов Обрезаем Ровно Пластик Вставляем В трубку Нажали Пропихнули Шестерни Его Закручиваем Вырезаем Ровно Переходим В настройки Предварительно Надо Прогреть Экструдер Обязательно Там Стоит Защита Иначе Он С места Не сдвинется Prepare Moff Axis Экструдер По 10 Миллиметров И Выдавливаем Минимум Минимум 300 Миллиметров Если Вы Выдавите Меньше Показания Будут Неточными Лучше Больше Но Не Меньше Все Ждем Пока Он Выдавит Процесс Не Быстрый Минут 10-15 Займет Так что Надо Будет Подождать Все Выдавило Обрезаем Как Можно Ровнее Чем Ровнее Тем Точнее Получаем 297 Все Теперь По Старой Схеме 300 Миллиметров Желаемый Поток Умножаем На 400 Шагов Зайду Итак 300 Миллиметров Желаемый Поток Умножаем На 400 И Делим На 297 У нас Получается 404 0 4 Но Принтер Нам Тут Не Позволяет После Нуля Поставить Цифру Поэтому Делим Делаем 404 Опять Store Settings Сохранили Выключаем Сразу Включаем Подогрев Заходим В Motion Steps 404 Контрольно Выдавливаем Опять 300 Миллиметров Выдавил Перепроверяем Концевик Концевик Я Хочу Удалить Магнитную Поверхность Видео По сборке Я показывал Что При Нагреве Стол Прогибается И Нужно Устанавливать Стекло Соответственно От Магнитной Поверхности Толку Нет Единственное Оно Начинает Прилипать К стеклу И Потом Когда Мы Пытаемся Снять Стекло Он Кусками Прям Отрывается Поэтому Я Лично Удаляю Сразу Вы Конечно Можете Использовать Греем Стол Градусов До 60 Чтоб Легче Отходило Также Нам Понадаются Или Салфетки Или Ватные Диски Какой Нибудь Очиститель Тормозов Это Не реклама Любой Вообще Фирмы Без Разницы Или Жидкость Для Снятия Наклеек То есть Мы Сейчас Его Снимем Там Будет Что-то Типа Двойного Скотча И Потом Эту Липкую Поверхность Нам Надо Будет Оттереть Самый Простой Способ Это Очистителем Тормозов Он Продается В Любом Автомагазине Стоит Рублей 100 200 Недорого Но Эффективно Ну Вот И Все А Если На нем Немножко Попечатать Со Временем Он Начнет Сыпаться Остужаем Так Еще Заметил Одну Такую Особенность В Марлине В Этом 2.0 Нету Функции Кулдаун То есть Дизейбл Степ Составили А еще Ниже Было Кулдаун Можно Было Остудить Все Разом А теперь Нету Заходить В Контрол Температура И Все Это Дело Выключать Влага Он Работает Очень Быстро И Энкодером Это Очень Быстро Сделать Так Ну Чуть Чуть Липкая Поверхность Есть Чувствую Поэтому Брызгаем На Бумажку И Стираем Все Ничего не Липнет Теперь Можно Устанавливать Стекло И Концевик Настраивать Сейчас Я Все Сделаю И Запустим Тестовую Печать Посмотрим Как Хорошо У нас Получилось Настроить Принтер Запускаем На Печать В общем Проблемы На этом Не Закончились Начинал Печатать Принтер Очень Хорошо Красиво Первый Слой Прям Укладывал Идеально А потом Появлялась Слоновья Нога Я сначала Думал С калибровкой Проблемы Но Оказалось Нет В общем Ситуация Была Такая Закусывала Гайку Гайку Тоже Пришлось Поменять Ссылку Я ставлю Где Гайки Брать Ну Гайку То есть Он Первый Слой Укладывается Ровненько Красиво А потом Начинает Переть Переэкструзия Собственно Из-за Того Что Закусывала Ось З Хотя Вручную Она двигалась Прям Вот Идеально Гайку Перекашивал На первых Слоях А дальше Естественно Уже Все идет Ровно После того Как поменял Гайку Все Проблема Ушла Слоновья Нога Ушла И Вот Если Даже Присмотреться То есть Один Кубик Вот этот Первый Он Ниже Ниже На Четыре Десятых Миллиметра То есть Он Прям Вот Втирал Пластик В стол Хотя Первый Слой Он Уложил Идеально Так Что Смотрите Сразу Внимательно Возможно Еще И проблемы С гайкой Будут Надеюсь Это Видео Вам Помогло Подписывайтесь На канал Ставьте Лайки Не Забывайте Писать Комментарии Всем Пока Субтитры